Она встретила тетку Секлету, так она просила передать вам, Проня Прокоповна, что вы подлюка. Дура, дура! А еще под хатой стоит какой-то панич, вас спрашивает. Он... Ну чего вы возитесь, чего копаетесь? Скорее забирайте, скорее! Мама, оденьте чепчик! Папа, папа, галстук! Во, пенсион! Хипко! Хипко! Нахади в хате, а то смертит горилкой и подогрей шампанское! Папа, вон там, под столом, голова! Пенсион! Хипко! Хипко! Химион, затяни корсет! Ну давай! Быстрее! Туже! Крепче! Книжка! Книжка! Где моя книжка? Где книжка? Ну чего вы сидите? Заморилась! Ставьте кресло сюда и несите конопу! Ага! Грепче, гампеть якнём! Где книжка? Где? Так вы же сами её дали, пироги на листках сажат! Похоже, зарезала! Крепче, хим-хим-хим-хим-хим-хим-хим-хим-хим! Не хакайте, я сказала, сидите у себя. Не хавкайте, я не гавкаю. Молчи, 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 молчи. Неси шкуру, чию, батькину. Куда? Кошук принеси. Как принять? Стоя. Сидя. Лежа. Делай медведя. Химеон? Просить. Чого просить? Паныча зови, гадюка. Ну, так бы и сказали. Ото, душа. Варишни уже легли и просят. Мой нижайший поклон тому, кто в этом дому. Ну, а наперед всего вам, Ваня Прокоповна. Симка, гора! Горю, пылает счастье. И такого разного, что вижу вас на собственной конопе. А-а-а-а! Это вы! Бонжур! А я так зачиталась. Мерси, что пришли. Маменька! Маменька! Заходите! Господин Голохварство пришли. Рекомендую. Это мои родители. Честь имею рекомендовать себя, Свирит Петрович Галахвастов. Собственную персону. Позвольте ручку. Честь имею рекомендовать себя, Свирит Петрович Галахвастов. Собственную персону. Очень рад видеть разумного человека. Просим, садитесь. Прошу, мессио. Садитесь. Мама! Позвольте спросить. Вы, сынок, покойного Петра Голохпостова, тенюрню держал за канавой? Папенька, ихняя фамилия Голохвастов, а вы какого-то хвоста вплели. Натурально моя фамилия Голохвастов, а то необразованное мужичье перекручивает. Так вы, значит, того. Не того. Не его. Не. 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 Тенюрника, сынок. То есть, по натуре, по хворме, ну, по телу, как водится. Но по уму, по образованности, мы уже не та хворма, не тот центр тяжести. Так вы уже того. Тенюрню не держите. Папенька, я уже вам говорила, паликмахтерская. Забыл. Ничего, это по простоте. Я, видите ли, занимаюсь коммерцией разной. У меня этого деликатного товара, это пудры, деколон, бриллиантин. Это просто куры не клюют. На такой товар и деньги надо страх. Ну, так это и деньги у меня аж не переводно. Меня весь Крещатик должен. Мне уже не раз говорили мои приятели, ахвицера, метрополичи Басы, маркеры. Они мне говорили, чего ты не закупишь всех магазинов на Крещатике. Так я им говорю, на черт ты эти меня хлопоты. Когда я, например, начал строить в Липках дачку, такой двух, ну, трех, ну, такой этажный домик, так я вам скажу, столько хлопотов, столько хлопотов. Вот пора. Главное у человека не деньги, а натурально хворма, вченость. Потому, ежели человек ученый, так ему уже свет переворачивается вверх ногами. Пардон, вверх дыбом. И тогда, когда тому, одному, которому, не вченому, будет белое, так уже ему, вченому, которому, будет уже, как, ну, седеный. Нет, рябое. Тимка, дыррр. Вы меня понимаете, Проня Прокоповна? Очень. Мне тоже, после пансиона, все другим кажется. Это правда. Мы на этот пенсион не жалели денег. Нет. Она всякие моды знает. Вот, посмотрите. Так подавать это вы ну? Бо я уже его грела, грела, иди, дура. Прошу. Прошу. Да-да. Вот. Посмотрите, какие у него платья, шай. Ах, маменька, Меха. Меха. Пардон. Мерси. А вот, ага, ага. Вот. Пять бар туфель на вот таких вот высоких каблуках. Шимкатура! Это заграничные. Оландские. Это что? Шимкатура! Вот пойдемте к ней в комнату, вы там еще не такое увидите. Мамочка, там же не прибрано. Ничего, это пустяки. Это их комната. Их постеля. Кокупали. Одеяло шелкое. В монастыре выстегали. Я думаю, что вы не пожалели своей дочке чего-нибудь получшего, чем... Да что вы, что вы! Вот гляньте, сколько золота прикупили. Вот. Браслетка. 75 рубликов. Сережки... Маман. А вот. Вот, вот, вот. Да. Вроня Прокоповна имеет вкус. Мерси за комплиман. Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой. И ум у него не для танцевания, а для устройства себя. для развязки своего существования, для сведения обхождения. И когда такой человек, если он вченый, поднимется умом своим за тучи, и там умом своим становится еще выше, лаврской, колокольней. И когда он студово глянет вниз на людей, так они ему покажутся, кажутся такие, такие махонькие, и махонькие. Все равно, как мыши. Пардон, как крисы. Потому что это же человек. А тот, который он, это, он, он тоже человек, не вченый. Но зачем же? Это же ведь очень и очень. да, да, но нет. Ну, разумный. Аж страшно. Позвольте закурить. Курите на здоровье. Не мали у вас иногда огня, бо я слово как-то забыл дома, на камине. Химеон, огня. Химеон, огня. Огня. Химка, огня. Химка, огня. Огня. Не угодно ли? Спасибо, не употребляю. Отнюхать, другое дело. У нашего дячка такая табака. Так будет, а мы же про вашу табаку. Позвольте и меня папироску. Прошу. А не курят. Что ты приперла? Огонь. Какой? Из печки. Зачем? Вы же у себя кричат. Иди, иди отсюда. Простота. Спички в магазине. Я сейчас принесу. Позвольте меня самолично конкретно сопроводить вас. Прошу мы силы. А вы сидите тут.